Когда-нибудь задумывались о том, чтобы отключить свои мысли? Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. У нас сегодня тема очень серьезная. Вес и отношения. Почему это важно? Ну, во-первых, у нас позади праздники прошли. Во-вторых, каждая вторая женщина сидит на диете, а также мужчина, наверное, тоже следит за своим весом, хотя, наверное, в меньшей степени. В-третьих, последние исследования доказали, что, вступая в отношения, женщина набирает вес порядка 10 килограммов в среднем в них. Мужчины немножко больше, но это, в принципе, не меняет. Ксения Смирнова считает, что любовь не замечает лишних килограммов. Общего впечатления вес так или иначе растет. У нас в гостях сегодня люди, которые абсолютно находятся в разном весе, это классно. Есть представители худой, так сказать, части населения. Есть представители спортивной части населения, Максим фитнес-тренер. Евгений у нас в гостях, человек, который ведет целый блок, человек плюс сайз. Которого можно, наверное, назвать, наверное, будепозитивщицей. Такое слово. Не очень его люблю, но оно очень часто на слуху у нас. И Альбина, замечательная женщина, которая, наоборот, у нее такая история очень трагическая. А может быть и не трагическая. Бросил муж, потому что человек поправился. Всего на 10 килограммов. Но ты излишне драматизируешь сейчас ситуацию. Может быть, это и к лучшему, да? Ну, сейчас узнаем. Давайте начнем. В итоге, да. Но это же не сразу было так понятно. Сначала же не было понятно, что это будет лучше, чем было. Сначала это было трагично. Ксюш, ты затронула тему, что люди чаще всего набирают вес, вступая в отношения. Вот хочется обратиться с этим вопросом к Максиму. Почему так происходит? Кто-то перенимает вредные привычки другого? Смотрите, все из-за неправильного питания. Люди приходят ко мне и говорят, вот я весил 60 килограмм, сейчас я набрал плюс 40, спустя 2 года брака. Это не принимайте привычки другого. Это значит неправильное питание. Счастливый образ жизни, путешествия куда-либо, еще что-либо. И самое главное – это алкоголь. Алкоголь очень-очень вреден. Но чаще всего возлюбленные в пятницу, в субботу отдыхают вместе и начинают набирать. И очень сильно причем. Я прошу прощения, просто я поясню. У меня тут новостюшка, вот не сговариваясь. Вот Гарь по сценарию работает, человек как будто прочитал. Доказано, что после замужества женщины начинают чаще употреблять алкогольные напитки. Как вам такое? Ну, праздный образ жизни начинают вести. Я не знаю, что там за праздный образ жизни. Тарелки, глажка, стирка, в два раза больше обязанностей. А в принципе, что там остается? Только выпить вечером. Ну вот в чем парадокс? Получается, люди же набирают вес не сразу. Вот я проснулся и плюс 40 килограмм. Это же происходит постепенно. Почему, когда я набрал, условно говоря, 10 килограмм, я не обращаюсь к фитнес-тренеру, а жду каких-то патовых ситуаций прям? Ну, смотрите, девушка приходит, такая говорит, я, говорит, не набирала, не набирала, не набирала, не набирала, тренировалась, я, говорит, все было у меня супер. А потом я, говорит, вышла замуж. Я говорю, а что потом случилось? Ну, я же уже вышла замуж. Типа уже нашла своего избранника, и все, и расслабляется сразу в момент. Если она не хочет выходить на рынок невест, если она не выходит на рынок невест, она уже не будет пользоваться таким большим спросом. Интересно. Потому что она сама не позволит пользоваться себе спросом. Потому что она верная жена. Сегодня этот амбассадор хороших новостей или не очень, я не знаю, начиталась просто перед этой программой, оказывается, что то самое чувство безопасности, о котором только что упомянули, является как раз причиной, одной из причин, ну, такой психологической набора веса. Потому что люди встретили друг друга, они расслабились, они поняли, что, ну, что, собственно, уже, да, работать над собой, когда котлеты, борщ доедают за детьми, доедают друг за другом. Это прямо так у следования написано. И поэтому, соответственно, набор веса. Но я хочу сказать, что Максим у нас не просто так пришел, как фитнес-тренер, чтобы поиграть мышцами, да, в эфире. Все-таки у тебя есть своя история, и такая, знаете, очень для нас женщина, она триггерит нас немножко. Кому не рассказывала, все плакали просто. Макс, у тебя прошлые отношения закончились с бывшей супругой, именно потому, что она, ба-ба-ба-ба, внимание набрала вес. Так ли это? Ну, она просто ничего не хотела делать. Я говорю, пойдем заниматься вместе. Нет, я не хочу. Пойдем, там, питание будем держать, то-се. Нет, я не хочу. И так получается, что... Она до этого занималась? Да, она занимается до сих пор, но она своими, там, йоги-мёги, вот это вот все. Ну, йоги-мёги не сработали. Максим, а насколько она набрала вес? Вот точка А, точка Б. Анастасия Парьян. Уверена, что лишний вес не приговор. В чем причина? Килограмм 15-20, вот так вот. Ну, 15-20, это, конечно, наверное, существенно. Ну, когда маленький рост, то... Ну, ты же брал ее... Она похожа на шарик становится, шарик, маленький шарик. Ну, там же не только шарик, там можно делать много кардио, там, ну, разные подходы к тренировкам. Ну, давайте откровенно бросать женщину, которую ты уже полюбил, с которой прожил какую-то часть времени, из-за того, что она набрала вес, ну, это вообще по-мужски, как ты считаешь, по-честному? Ну, там еще много других нюансов было. Я же говорю, человек ничего не хотел делать. Ничего. Ну, то есть, все, вышло, можно спросить, сколько детей она родила? Да, вышла замуж, и все, и расслабилась. И лежит. Да, ну, да. А до этого не лежала, то есть? До этого, когда ты с ней на свидание ходила, она где-то прыгала, скакала, наскакала. Ну, скакалки была. Даже веселее была, да. Гиперактивная такая. А сколько детей она родила? Подобные ситуации, когда тебе в ультимативной форме мужчина предъявлял какие-то претензии относительно веса? Ну, прям в ультимативной нет, но были у меня отношения, да, в которых я вот так постепенно поправлялась. Причем я пропну, ну, он пил, а я ела. Евгения Локтионова, блогер плюс сайс. Мне что оставалось делать в этом стрессе? Собственно, и да, ну, это хорошо, что я не спилась. Это, слава богу, что я, ну, как бы лучше быть толстым в Париже, чем худым вот в квартире с пьющим человеком. Давай вернемся немного назад. Скажи, в каком возрасте ты начала набирать вес? Вот ровно в тот день, когда я родилась, 2 декабря 89-го года, я родилась с весом 4 500. И вот до сегодняшнего дня, все эти 34 года, я никогда худым человеком не была. Я вообще не знаю, что это такое. Я не знаю, что такое холодно, до трясучки мерзну. Я извиняюсь, а хотелось бы? У меня такая ситуация. Я живу в своей весовой категории. То есть, допустим, сейчас у меня вес 130, и я сама знаю, что это много для меня. А 120, это я уже все, летающая, порхающая бабочка. Ну вот, допустим, я вчера купила абонемент в спортзал. Я занимаюсь, я люблю кардио, я люблю силовые. Просто у меня совершенно другие стандарты красоты. Ну, если так о них можно говорить, это, конечно же, другая тема, другая история. Но вот я живу так, ну, привыкла, скажем я так. Мне так комфортно, действительно. И действительно, в какой момент ты приняла себя? Ты сейчас очень гармонично в своем весе и теле. Но я так понимаю, что раньше это была для тебя проблема. Ну, это не то, что была проблема. У меня не было такой яркой проявленности. То есть, я об этом никому не рассказывала. То есть, я спокойненько жила в своем окружении, дом, работа, семья и все. А потом, видимо, у меня появилась потребность об этом кому-то рассказать. Ну, показать, что вот так можно жить и жить нормально. И, ну, тут появились соцсети. Почему эта потребность возникла? К тебе обращались люди, говорили, что, ну, вот ты прекрасна. Как у тебя это получается все? Ну, это так, это подружки на кухне, да, такое говорили. Посторонние люди, я не сказала, что прям часто это делали. А когда в сети посторонние люди стали об этом говорить, я подумала, наверное, что-то какой-то в этом толк есть. Но я прошла через жуткий хейт. Но через просто, ну, люди после такого, мне кажется, могут свихнуться. Условно говоря, ну, нет же комьюнити худых людей, да? Ну, да. Почему есть комьюнити позитивных? Почему есть? Я в нем. Ты ампассадор этого комьюнити, да? Какие темы вы там обсуждаете? С какими проблемами делитесь? Либо, может быть, лайфхаками? Ну, у нас оно скорее создано на почве того, что полным женщинам всегда стояла проблема, во что одеваться. То есть на нас шили, ну, мешок. Мешок в горошек, условно. А чувство стиля у всех где-то внутри сидело. И так зародились российские бренды, российское производство. И мы как-то все на этой почве подружились, стали друг за другом наблюдать. И вот для меня мы обсуждаем просто, как классно выглядеть. Давайте Альбину послушаем, потому что человек пришел с такой историей душесчипательной. Сейчас мы реально все поплачем. Потому что, на самом деле, очень мало людей, кто готов был прийти и рассказать честно, что его оставили в его отношениях. Именно потому что не устраивает партнера, ну, скажем так, вес. В данном случае не устраивал лишний вес. Да, да. Ну, расскажи, Альбин, как вообще это все? О, я познакомилась с этим молодым человеком, с будущим мужем еще в школе. Альбина Ярош, бизнес-вумен. Тогда я весила 55 килограмм в 60. Он меня помнит хорошо, еще в те времена. Я никогда не была полной. Потом я выходила замуж до него и родила сына. И после сына я набрала 22 килограмма в легкую. Потом я чуть сбросила вес, и мы встретились с этим будущим мужем. Встретились на общих вечеринках школьных. Встретились и стали жить друг с другом. Ну, и мы прожили три года, а потом я набрала опять вес. И он сказал, что я не модель на внешности, что у меня висят сиськи, что у меня не спортивные ноги. И что вообще он меня уже особо-то и не любит. Альбина, а в каком весе вы вступили с ним в брак? Сейчас я вешу 90 килограмм. Тогда, значит, было где-то 82 примерно. Или 80, или 80. То есть вы только представьте. Ну, он же меня даже видел молодой, и это меня не спасло. Влюбился со школьной скамьей. Да, он меняется. Влюбился, когда 80, как 82. 90 человек говорит, до свидания. Они говорят, что это не были истинные его причины бросить вас. То есть это некий повод. Вот вы набрали там 10, да, сколько? 10 килограмм получается. Около 8 килограмм. Ну, где-то 10, да, примерно. Конечно, это истинная причина, потому что он уже нашел новую женщину. Она модельной внешности. Я даже ее видела. Она худенькая, высокая. А вон какой внешности. Он красивый, он высокий. Он где-то 1,85 метра и он не толстый. Давайте не будем петь этому человеку. А вы искали себе оправдание или какие-то действия принимали? Вот мне вот это интересно. Я действия принимала. Но я до сих пор сажусь на шпагат. Но это меня не спасает. Шпагат шпагатом? А вот наладили ли вы питание? Что-то вы изменили в своей жизни? Вот мне просто... Много нет. Ну, это у меня же уже взрослый сын был тогда. Я особо сильно, честно говоря, не смогла себя ограничить. Он тоже любил вкусный стол накрыть. Но не поправлялся, да? Он не поправлялся. Он в статистику вот в эту не попал. Он не входит в эту статистику. Он как был в школе, таким и остался. А перед тем, как вас покинуть, он говорил о том, что вот меня не устраивает ваш вес. Я хочу, чтобы вы там... Ну, говорила, да, говорила, да. И, соответственно, мы бы никакие весы не предпринимали для того, чтобы сбросить тот самый вес. Ну, я немножко пыталась, месяца три позанималась и забросила. За три месяца сильных эффектов не возникло. Я ленивая и много я не ограничивала себя. То есть в один день я кефирчик попил, в следующий день я что-нибудь уже вкусненького мяска. Ну, прям про меня рассказывать. Перед сном. Это вот прям про меня. Чаек вкусненький с вареницем. А вы считаете, что это предательство с его стороны? Либо это оправданный поступок, потому что вы не сдержали свое обещание относительно него. Ну, вот вы обещали. Ну, да, он меня предупреждал, мне намекал и иногда жестко говорил про вот эту грудь. И про мой живот после родовой, и про мои ляжки. Но это я все слышала. Я всегда как бы шучу над этим. Сильно не обижаюсь, но это, видишь, ни к чему не привело к хорошему. Вы меня простите, конечно, это так сейчас эгирит, это все бомбит. Потому что я вот женщина, и я просто представляю мужчину, который... А, кстати, еще представлять, у меня такое тоже было. Вы думаете, что дискриминация по весу происходит только с теми, кто якобы обладает лишним весом? Это неправда. Я много лет была в отношениях, мне не стыдно в этом признаться, но по факту так и было. И я вступала в отношения в одном весе, я вообще не меняюсь. У меня такая, ну, своя там конституция аскетичная. Но человеку что-то не доставало. То есть вот всегда хотел, чтобы меня было побольше. Вот так и говорил. В течение трех лет я слушала. Ну, давай что-нибудь там вот, я тебе сало там куплю. Да я ем сало, что ты пристал ко мне, говорю я ему. Понимаете, ну, просто вот если человеку не доход... Обмен веществ у вас другой. Да, обмен веществ. И другая генетика другая. Кудые, ну, назовем это так. И поэтому, конечно, я не могла обладать теми самыми бразильскими формами. Хотя Максим, возможно, со мной поспорит как тренер. Скажет, мало ты тренировалась, подруга. Мало кушала. Мало ты кушала и мало тренировалась. Мы здесь вот сейчас с вами говорим в разрезе лишнего веса в отношении женщин. Но в отношении мужчин также, ведь существует большая проблема, ожирение. И вот возьмем кардинально другую сферу, кейс. Например, вы выходите замуж за мужчину, такого атлета, сексуального, выразительного брюнета. И в какой-то момент он превращается просто в жирную бочку. Насколько вам было бы приятно находиться вот с таким человеком рядом? Знаете, у меня мужчин очень много тренируются. Чаще всего они приходят, так просто позаниматься, просто показаться. У меня есть бабки, а вот это, меня и с этим любят. Так что они полностью опускают себя. Ну, не любят. А в Ленинболе, чтобы не любят. А потом приходит, например, его жена и говорит, блин, пожалуйста, сделай что-нибудь с его пузом. Говорит, я уже не могу, говорит. Он даже наклонится, говорит, обувь не может себе замерзать. Это же пипец, говорит. А вы знаете, психологи, кстати, доказали, что у женщин вообще по-другому это все происходит. Любовь, вес там и так далее. Мы, допустим, влюбляемся в красивого парня. С возрастом, к примеру, вот, например, как папа мой, вот такой вот был. А сейчас это единственный член нашей семьи, который немножко не вписывается в дверные проемы. И вы думаете, что моя мама стала от этого меньше его любить? Она также сдувает на нем пылинки, обожает его, готовит ему вкусные ужины, завтраки. И ничего в отношениях не меняется. При этом моя мама блюдет свою форму. Правильно слово? Есть такое? Блюдет. В общем, занимается собой и выглядит, ну, плюс-минус, как я. У нас, ну, мы все в семье женщины одинаковые, вот. И здесь не стоит вопрос, кто-то кого-то бросает или кто-то от кого-то уходит. И я считаю, что это правильно. Потому что с лица воды не пить, это раз. Во-вторых, давайте, мужчины, вы не будете измерять нас килограммами, а мы не будем мерить вас сантиметрами или проблемами какими-то, которые возникают. 50 плюс у всех мужчин доказанный факт. Поэтому все должно быть по-честному, как говорится. Любовь не купишь за деньги. Это вот большое заблуждение, что якобы тучные люди, полные, они не пластичные. Вот, кстати, вы вообще видели? Я поэтому и тем не спрашивал. На стране определенная весовая категория считается ожирением, это факт. А, допустим, в Америке и в других странах, в которых это глобальная проблема в течение многих-многих десятилетий, они с ней борются, все никак не могут обороть ее. Для них это просто, фигурально так выражаясь, образ жизни. У них тучные люди повсеместно везде. Я жила в Америке, я помню, когда выходишь вот так вот где-нибудь в Вашингтоне. И это не как у нас, все такие стройные, красивые, в нашем понимании. Я вообще не вижу у нас полных людей или людей с лишним весом. Я их не вижу. Кто-то видит вообще их. Я даже здесь их не вижу. У нас есть проблема в течение многих-многих десятилетий. Она есть, и она так и называется. Но надо понимать, что... Вот, кстати, у нас будет в следующем блоке героиня, у которой есть опыт работы в весе за рубежом. И мы обязательно зададим ей вопрос и спросим, как там к этому относятся. Но у нас в России к этому отношение, я думаю, что достаточно пока еще спокойное. Лояльное. Лояльное, да. Ну, опять же, смотря что, считать лишним весом. Я сейчас смотрю на студии вторая часть Морализонского балета. У нас должны были быть, по идее, девушки, которые, в общем-то, с лишним весом, как мы предполагали. А в итоге, я сейчас смотрю, у нас две прекрасные девчонки, которые вообще в идеальном весе, на мой взгляд. Давайте немного познакомимся. У нас в студии Виктория Шкилева, героиня, которая похудела на 100 килограммов. И в этом месте мы должны ей все поаплодировать. Действительно. Потому что я в шоке. Просто я не могу в это поверить. Далее. Анастасия Маймур, девушка-модель плюс сайз. Все верно? Да. Вы прекрасно выглядите. Также хочется вам поаплодировать. Просто потрясающе. И? Ну, давай представим. Юрий Пикула, человек, который утверждает, что единственные женщины, на которых он когда-либо будет смотреть, это женщины примерно 100 плюс, да? Это женщины XXL, XS, это женщины-богини. Это просто женщины, которые должны покорять мир. В них наше будущее. Я считаю так. Юрий Пикула, артист-шоумен. Да я даже не знаю, что сказать. Я растерялась. Я хочу спросить. Ну, у меня правда, у меня вопрос. Я искренне пытаюсь понять для себя. Плюс 100. Сейчас какой вес, если можно этого? 85-87. А рост какой у вас? 1,8-1,79. Высокая девушка. Высокая девушка, да. Это очень... Ну, сейчас все идеально. Плюс 100, ну, чуть больше было. Да? В принципе, я понимаю. Ну, как чуть больше? Причина. Вик, причина, по которой ты все-таки решила избавиться? Я хотела кататься на роликах. О-о-о, это интересно. Сейчас катаешься? Когда подруга, ну, она каталась в парке, я говорю, я хочу сейчас прийти. Она мне дала ролики, я упала, я сама не могла подняться, мне было тяжело. И я поняла, что больше так... Ну, я не хочу, чтобы больше так продолжалась. Я хочу прыгать с парашюта, путешествовать, гулять, не задыхаться. Жить за полную катушку, как я делаю это сейчас. Вик, я думаю, все задаются вопросом, в течение какого времени можно сбросить 100 килограмм. Но это явно не месяц. Без вреда здоровья, медленно. Как долго? Медленно, а сколько он 100 килограммов? В течение какого срока? Год, полгода. Ну, для меня это реальные сроки. В течение года я уже сбросила и хорошо выглядела. То есть, мне уже нравилось. А так, ну, сейчас прошло 2,5 года. Ну, я еще после травмы немножко прибавила вес. Но, тем не менее, есть куда расти. Мышечная масса растет. Я занимаюсь в зале, поэтому как бы вес для меня сейчас не самое важное. Я смотрю замеры. То есть, это важнее, чем вес. В двух словах. Просто нам зрители не простят, потому что очень многие борются с лишним весом. У нас, конечно, программа не про диеты, но все же. Какой комплекс у тебя был? Наверное, правильное питание. К хирургам обращалась ты? Нет. Нет, не обращалась. К психологам обращалась? Нет. Не обращалась. Хотя вот говорят, что это ошибка основная. Все с головы. Но я разбиралась в своей голове самостоятельно. Это дольше времени. В 8 месяцев я была отделена от семьи, от всего-от всего. Я была в себе. Разбиралась питание абсолютно обычное. Все, что я хотела. Ела шоколадки. У меня было 1500-1600 калорий. Я в эти калории могла есть все, что я захочу. Если я поела, допустим, плитку шоколадки, это примерно 485 калорий, то я понимаю, что это полноценный обед или ужин. А что ты ела? Все-таки хочется акцентировать внимание на хирургических вмешательствах. Потому что 100 кг – это большой вес. Это огромное количество кожи, которое остается. Куда ее девать? Но если бы не было зала, то кожа бы висела гораздо больше. Сейчас она как бы висит. Я думаю о том, чтобы срезать лишнюю кожу. Да, действительно, потому что я хочу выглядеть максимально, как я хочу. Но это через год, через два, когда я приду в полную форму, которую я хочу. Потому что зачем мне лишняя кожа? А так, урезать желудки, я как-то об этом думала. Но это на всю жизнь. Какие цели прямо сейчас задекларируй? Вот сколько ты хочешь, чтобы весила? Я пришла в зал с мыслью, что я хочу весить 65 кг. Я об этом сказала своему тренеру, Александру Шилову, если можно. И он сказал, что да, это будет. Просто нужно время и аккуратно, потихонечку, постепенно к этому идти. Как строить отношения, если у тебя лишний вес? И влияет ли это как-то вообще на построение взаимоотношений с мужчинами? Давай просто вот коротко. Когда ты была в плюсе на сотку? У тебя поклонников было больше или меньше? Меньше. Ну, я всегда симпатичная, я считаю, была. И мужское внимание у меня всегда было. Но я как бы замужем уже 10, 11, 12, много лет. Сейчас поклонников, конечно, очень много. В мужского внимания много. Мужу пришлось немножко перерабатывать себя, потому что внимание оно будет всегда. Оно мне нравится, и он об этом знает. А выходил он, точнее, женился на тебе, когда ты была в плюсе? Я была 85, это так. Я была хуже, чем сейчас. Выглядела была просто, ну, другая форма. А муж поддерживает твое здоровое питание вместе с тобой? Либо он ест все, что хочет, а вот ты на диете сама сиди? Периодически. Периодически, да. Да, главное не пить вместе, мы это поняли в первой части программы. Я хочу обратиться к другой нашей гости. Она у нас выступает в роли модели плюс сальца, работает очень активно не только в России, но и за рубежом. И мы это уже говорили, что отношения, ну, назовем их по полным людям, тучным людям, за границей немножко другое, они другими цифрами меряют свою жизнь. Ну, вот расскажи, пожалуйста, в России, допустим, и там где-то, ты чувствуешь эту разницу по отношению к тебе? Мне кажется, там ты вообще тростинка. Как ты можешь быть моделью плюс сальца? Я даже сейчас не вижу в тебе, ну, вот тех самых плюсов, о которых плюсов, точнее, много сальцев не вижу. Ну, вообще отношения за границей к девушкам в форме всегда, конечно, побольше внимания, чем в России, особенно если возьмем Турцию, арабские страны. Там, конечно, мужчины любят девушек с формами, а в России тут немножко... Я вот в Турцию больше не езжу, у меня тоже был такой неприятный инцидент. Настя, ты сталкиваешься на бытовом уровне с фэдшейлингом? Давай скажем, что такое фэдшейлинг, да, это получается буллинг в отношении веса. Нет, не сталкиваюсь, очень редко, наверное, может быть, в школе сталкивалась, а сейчас в взрослой жизни нет, потому что у меня очень положительная энергетика, и как бы люди реагируют на меня, очень приятно. С личной жизнью как у нас? Прекрасно. Анастасия Маймур плюс сайс-модель. Давай тогда такой вопрос. Как ты считаешь, все-таки, зависят ли отношения человеческие от количества килограммов на весах? Ну, во-первых, я думаю, что когда мужчина видит девушку, он сразу понимает, что у него как бы за фигура. И поэтому парни не слепые, они видят, что у девушки есть эти лишние килограммы. Тут просто дело, ему нравится это или нет? Да, хорошо. А если, например, в отношениях уже будучи, женщина набирает, это вообще нормально для нас, мы так-то вообще людей рожаем в этот свет, попрошу не забывать. И должны все-таки, по-твоему, мужчины делать какую-то скидку своей любимой женщине, которая спустя 10 лет набрала вот ту самую десяточку, 15, 20, я не знаю. Зависит чувство любой от этого? Я думаю, что определенно скидка должна быть со стороны мужчины, так как женщина берет на себя ответственность за рождение детей. И это огромный стресс для организма, в первую очередь. А с другой стороны, некоторые мужчины, которые вот девушек кратикуют насчет веса, сами сидят на диване и ничего не делают. Поэтому я думаю, то, что если вы имеете в виду про чувства, это никак не влияет. Если человек полюбил другого, ну это точно не за внешность. Я развею эти все стереотипы и скажу так всем женщинам, которые так или иначе набрали в виду ряду причин, ряд причин, всех в жизни бывают такие стрессовые ситуации, гормональные, да, какие-то. Как говорят мужчины, многие мужчины, и не только мужчины об этом говорят, путь сердца мужчины лежит через его желудок. Я падки на это, я люблю поесть. Да все мы тут, что греха таить. Не буду делать никакой рекламы кому-либо чего-либо, но скажу, у меня сейчас прибавился у самого вес, я сам издеваюсь над собой, издевался, мне говорят, брось это все, брось. Я весил когда-то 60 килограмм. Я занимался легкой атлетикой, профессионально занимался, много лет, я отдал 20 лет занятием спорту. Не буду перечислять опять-таки, ввиду ряду причин, да, своих регалий, но хочу сказать, в жизни все меняется. Мне многие женщины, да, и моя женщина, да, говорит и говорила, что как ты изменился, для меня твой вес тоже не играет роли. Я говорю, слушай, а для меня твой вес не играет роли. А почему? Потому что я упал перед ней на колени и так далее из-за вот этого всего. Не только из-за еды, могу сказать, из-за того, какой-то человек, да. Благодарили ее? Благодарили всячески. Знаете, мне кажется, я вижу даже немножко глаза у вас слезятся с такой душевной теплотой. Юра, у меня вот вопрос к Вике. Насколько это правильно меняться ради кого-то? Вот должен быть внутренний, либо внешний референс? В корне неправильно. А за счет чего ты менялась? Почему возникла потребность? То есть исключительно ролики? Ролики, да. Ролики, да. Сумасшедшая болезнь. Нет, я к ним каталась на роликах, мне не понравилось. То есть все зря? Нет, не зря. Вы знаете... По поводу, кстати, перебью. Неуверенность в себе и личный вес. Женщины с личным весом, они не уверены в себе. Не уверены? Конечно, не уверены. Много комплексов, много всего. Я осмоляю. Она сама просто не понимает. Женщины с забором веса сидят тут некоторые перед вами. Тоже немножко, знаете, комплексуют, когда приходят на бразильский карнавал. Нужно любить себя и пытаться улучшить, как ты хочешь себя лучше. Настя, хотела бы у тебя узнать, действительно ли девушки, женщины с лишним весом обладают каким-то рядом комплексов? Я считаю, что нет, потому что я очень знаю много моделей плюс-сайз, с которыми я работаю. Они нереально кайфуют от себя, от жизни. Мы говорим, конечно, о здоровых понятиях плюс-сайз, когда это не вредит здоровью, там, плюс 100, 110 максимум. Когда это выглядит гармонично, красиво, здорово, когда в жизни есть спорт. И, в принципе, девчонки кайфуют, путешествуют, заводят отношения. Я хотела добавить, а легко ли быть моделью плюс-сайз? Просто девочки стандартных, условно говоря, форм, они изнуряют себя диетами, там, какими-то тренировками. А модели плюс-сайз ничего не нужно правильно делать. Ну, то есть она такая прекрасная сама в себе, в своем весе. Тут все равно есть генетическая рулетка. И у плюс-сайз тоже есть свои стандарты. Это песочные часы. Главное, чтобы при твоем весе была талия. И это все смотрелось гармонично. Кто бы что-то не говорил, ну, картинка есть картинка. И поэтому девчонки плюс-сайз, я не скажу, что они наедают себе килограммы. Они просто занимаются спортом, так же, как и стандартные модели. Они так же работают. Гармония – очень важное слово, которое очень часто присутствует в понимании вообще веса. Те самые песочные часы, о которых ты упомянула. Я хочу сказать, что мой папа в свое время, глядя на мою талию, говорил. Худая корова дорогая, еще не газель. Над телом надо работать, какой бы ты комплекции ни был. И, кстати говоря, очень интересно послушать мнение людей, которые живут в Краснодаре. Потому что смотрим миллионы на разных пабликах, соцопросов. И мнение настолько делится. Встречались ли бы вы с полным или с полной партнером, партнершей? Давайте послушаем. Я смотрю, сколько лишнего веса. И насколько хороший человек. Самое важное что? Отношение к человеку и доброта. Ну, если человек хороший, почему нет? Можно. Ну да, в принципе. И можно вместе взяться за это дело и решить проблему. Ну, наверное, нет. Почему? Ну, потому что человек должен двигаться по жизни, правильно работать. А с лишним весом это тяжело. Возможно. Почему? Не знаю, но возможно. То есть пышные дамы в теле вас бы устроили? Не знаю. Ну, если есть цель похудеть, почему бы и нет? У человека? Да. То есть если вот парень будет с лишним весом, он вам подойдет? Ну, если у него есть цель похудеть? Без разницы стало бы. Лишь бы человек был хороший. У меня нету, как это сказать, комплексов в этом плане. Наверное, да. Почему? Ну, не вес же главное. Что главное? Затрудняюсь даже ответить. Отношения, наверное, человека к человеку. Я знаю, почему он не звонит. Я слишком толстая и слишком несчастная. Именно эти слова говорила главная героиня кинофильма «Тариф на лунный свет». И мне кажется, что ей надо было сходить к психологу. И мы приступаем к обсуждению темы веса и отношений. И у нас в студии появились новые гости. Это Илья Магеря, врач-эндокринолог. Как правильно вас представить? Достаточно. Достаточно, хорошо, да. И также практикующий психолог Ирина Крючкова. Здравствуйте. Здравствуйте. И это и приветствие, и пожелание всем сразу. Да, абсолютно точно. И мы на самом деле обсудили в нашей программе очень много было девчонок со своими историями. Они были и бодипозитивщицы, и модели плюс-сайз, которые, в принципе, сейчас даже зарабатывают своим прекрасным телом, внешним видом. Но давайте все-таки о здоровье немножко. Мы специально поставили эту тему на третий блок, потому что она очень существенна в вопросах понимания себя. В медицине есть четкие критерии, которые говорят нам, у человека есть лишний вес или у него уже диагноз ожирения. А диагноз, между прочим, у него есть определенная классификация. Илья Магеря, врач-эндокринолог, руководитель клиники. Классификация болезней Е66.0. Чуть ли не три шестерки. Это достаточно грозное заболевание, и его нужно определить. Берем сантиметровую ленту и измеряем. Женщина, если талия больше 80 сантиметров, ставим диагноз ожирение. Мужик, талия более 94 сантиметров, ставим диагноз ожирение. Анастасия, скажите, как на духу? Сколько талия? 87. Ну разве похоже, что ожирение у человека? Мы ставим диагноз ожирение. Мы не говорим о том, что нравится нам или не нравится. Я послушал прошлый разговор, и мужчина прям просто обожал пухлых женщин. Не свою любимую, одну пухлую женщину, о которой он будет заботиться, когда у нее будет сахарный диабет, когда у нее будет диабетическая стопа, она будет на инвалидном кресле, когда откажут почки, у нее будет деменция. Он о ней заботиться не хочет, он лишь хочет восхищаться пухлыми женщинами, плавать по волнам, а не биться о скалы. Ну, это я был с таким мужчиной, подумал. Вы сейчас зависли, это так здорово, вы сравнили. Можно сказать, что ожирение – это бич современного общества. У нас какой вообще процент людей... Огромный процент, он все растет и растет, огромное количество детей, которые с нарушением пищевого поведения. Обратите внимание, когда вы будете отдыхать не просто со своими семьями и друзьями, а еще и в отелях, как сидят дети. Дети сидят и завтракают, вот так. Они не видят, что они едят. Они едят мультики, которые показали им родители. Это нарушение пищевого поведения. Психолог мне об этом наверняка расскажет. Я вот, вы упомянули про психолога. У нас как раз в студии практикующий психолог. Я знаю, Ирина, что в практике у тебя есть такие случаи, когда женщина приходит, она недовольна собой. Вот ты приходишь к врачу-эндокринологу, он говорит, вы жирная, у вас ожирение. Как в этом случае полюбить себя? Каждый врач так и говорит. Ожирение – это факт, это диагноз. У вас ожирение? Немного перефразируйте. Давай. Сейчас нас забомбят в комментариях, я вас уверяю. Это процесс, это работа. То есть нужно найти ядро, корень, когда случился отказ от самой себя. То есть когда я себя разлюбила, в какой момент. Как правило, это происходит в детстве, формируется наша личность. Ирина Крючкова – психолог. И мы там разбираем, поэтапно отслеживаем, как это произошло, в какой момент. Ну почему разлюбила? Ну а если вот человек у нас сидит, она комфортна. Так хорошо, либо разлюбила, либо не научили, не дали эти инструменты. Почему мы все пытаемся навязать людям нашу оценку? Как он должен выглядеть? У меня никогда не было, например, взрослых. Ну, взрада взрослых. Чуть я вообще. Вырежем, вырежем. Вырежем эту тему от другой программы. Тучных, тучных мужчин. Всегда как-то вот я так выбираю. Вот фитнес-тренер сидел, отличный вариантик. А действительно ли? Я просто договорю. Но, а вы знаете, проблемы так называемого сексуального характера могут быть и любого мужчины с абсолютно любым весом. Ну что ж мы не можем так голословно утверждать, что… У любого заболевания есть три причины. Первая причина – анатомическая. Если мы сегодня говорим про ожирение, она тоже может быть. Избыточный вес вследствие застоя лимфатической системы, спайки, травмы, нарушение осанки. Вторая причина – химическая. Есть гормоны, которые повышают, они жиронакопляющие, а есть гормоны, которые жиросжигающие. Если будет мало жиросжигающих гормонов, ожирение будет. Если будет много жиронакопливающих гормонов, ожирение тоже будет. А где мы берем эти критерии нормальности? Мы знаем, что в разных странах критерии нормальности… Международной классификации болезней. Так, международной классификации болезней. Ну подождите, есть народы, которые в принципе предрасположены в полноте. Вот генетически обусловленные процессы… Слушай, я никогда никому не причиняю добра, нанося непоправимую пользу. Есть у тебя проблема – приходи, будем решать. Нет у тебя проблем – доживи, делай, что ты хочешь. Человек сам должен осознать. Ну, я до других, например, не берусь. И что, я должен за него осознать? Я его знаю минуту. Зачем я буду за него еще нести ответственность за его счастье? Он пришел к комплексам болезней к вам. То есть, получается, вы можете поставить диагноз? У вас ожирение, нужно садиться на диету и тогда… Я поставлю ему диагноз и буду выяснять, что привело его к этому диагнозу. И самое главное, когда я выясню эту причину, я буду рассказывать, что, каким путем мы будем идти для того, чтобы ликвидировать этот диагноз. У меня есть вопрос к Ире в этой связи. Вот скажите, пожалуйста, все-таки весы отношений обсуждаем? Ну, понятно, что, скорее всего, Илья Юрьевич для отношений выбирает очень стройных женщин, вы уже поняли. У меня одна, 17 лет уже стройная женщина, которая родила мне пятерых детей, и такой же стройный остается. А мы знаем, мы знаем, мы все знаем. Но у меня вопрос другого характера, скажем. Кому все-таки стоит ставить диагноз первому? Мужчине, который заставляет свою женщину худеть, или женщина, которая терпит? То, что ее заставляют... Коварный вопрос. Коварный вопрос. Удей тратить. Ну, боже, я говорю. Молодец. Молодец. Я готовилась к программе. Давайте я скажу так. Психолог я не даю оценок, потому что это подвергает сомнению моей профессиональной компетенции. Как частное лицо. Давайте абстрагируемся. Психолог я, конечно же, скажу в первую очередь этой женщине. Бегом, собирай чемоданы и беги от такого человека. То есть здесь красные флаги, ну, просто, видимо, она их пропустила. Как-то и они уже дошли до такой ситуации, до такой стадии, когда мужчина может говорить, как тебе выглядеть. Но, опять-таки, это зависит от женщины. Позволяет ли она это делать с собой? В какой-то момент разрешила. В какой-то момент она согласилась из какой-то своей внутренней позиции на такие отношения. Ну, вообще лечить обоих надо. Но, опять-таки, это делать добровольно. Там выгода у всех, ты понимаешь. Там всем выгодно и классно. Добровольно. Он со мной будет возиться, будет возить меня по докторам. Это какой-то элемент заботы. Нет, он, конечно, меня прессанул. О, этот еще тот деспот. Или как сейчас это модно говорить? Обьюзер. Наша любимая. Но тебе прямо нравится. Такая ты вот садомазохисточка. Ну, я не знаю вопросов, мне кажется. Ну, а почему нет, действительно? Илья, все-таки, у нас мы говорим не только о путях, скажем, решения, глобальной этой проблемы работы над головой, над своим, над собственным телом. Мы говорим еще о каких-то жестких, современных методах, которые помогают избавиться от лишнего веса. И самое главное, на что идут женщины. Ну, диета – это, наверное, самое безобидное, что только может быть. Как относитесь к операциям, которые сейчас очень модные стали? Вот, бариатрия, да, раздел хирургии, который занимается ожирением вообще, в принципе. Там же липосакция. И вот эта вот та самая резекция желудка, да, о которой речь идет. Каждый… Могу я, например, прийти вот к вам в клинику и сказать, знаете, Илья Ильич, я считаю, что мне надо где-нибудь что-то вот отжать, ну, откачать. Да, договорились, разговариваем про операционные пути. Во-первых, нужно понимать, что такое жировая клетка. Это вот шарик, представьте, шарик, надувной шарик. И вот туда налили воды, воды. Вот это вот ваша жировая клетка, она наполнена водой. И вот вы идете, мы начали про первое, про диету, да? Да. Диета, спортзал, эндокринолог, гормоны, все, молодец, нормализовала. То есть шарик опустошился, но сам-то шарик остался. Да, ты постройнела, но шарик, жировая клетка осталась, она пустая, и она будет тебе мозг парить. Че, я зря образовывалась у тебя? Иди, да давай, к холодосу подойди, накидай, накидай. Ох уж эти шарики. И эти шарики живут 2, 3, а то и 5 лет. Это называется апоптос, запрограммированная гибель клетки. Так вот, жировая клетка живет 5 лет. То есть 5 лет тебе эта клетка может парить мозг. Именно поэтому срывы очень часто бывают. И я вот вроде бы сбросила вес, а потом опять его хлопцы накинула. Потому что вы не дали возможность этой клетке уйти. Но это все хорошо, а как относиться все-таки к бариатрии? Едем дальше. Не перебивай меня, женщины. А, или мы сейчас не про феминизм, да? Не про то, да. Феминизм – это следующая тема нашей программы. Нет, это прошлое, наоборот. Давайте суммируем, потому что у нас на связи есть еще человек один. И поэтому очень часто привлекают к извлечению этой жировой. Здесь есть несколько вариантов. Просто удалить кусочек жировой ткани. Кстати говоря, я не против, потому что жировая ткань огромное количество воспалительных элементов продуцирует. Так вы же говорили, что жир нужен в своих блогах. Стоп, 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 стоп. Обязательно нужен. Если эту жировую ткань взять и убрать, например, чуть пониже, это называется уже липоскульптура, когда у тебя берут из талии и в попу тебе обратно возвращают. Тот же твой воспаленный жир. А занять можно жир, если нет? Если мы говорим про то, чтобы взять и отчикать себе желудок, это самая крайняя деструктивная операция, которая может быть. В желудке живет проводник витамина В12, который мы берем из пищи. В12 из пищи соединяется в желудке с В12 внутренним. Это внешний фактор кастла, этот внутренний. И только тогда В12 витамин может заработать. А он влияет в цикле, давайте сейчас матершинное слово скажу, метилирования на деление наших ДНК. Именно В12 тормозит это деление. И если у вас ДНК раскрыто, она будет продуцировать все, включая и жировую ткань. Полипы, миомы, фиброзно-кистозные растопатии. Это космос уже, Илья Ильич, тот самый. Я не хочу изнурать себя тренировками в зале. Я могу просто прийти и лишнее себя убрать. Нет, не можешь, потому что нарастим в другом месте. Не можешь. Где убыло, там прибыло. Старая вот эта вот. Кстати, я знаю, вот мы сейчас сказали, что это крайняя мера. И у нас есть очень классная связь с человеком, который живет вообще в Москве. Это блогерша известная Ангелина Русанова, которая сделала буквально недавно ту самую операцию по резекции желудка. Мы сейчас с ней свяжемся, обязательно узнаем, как она себя чувствует, зачем она вообще на это решилась. Итак, друзья, у нас на связи Ангелина Русанова, человек, который решил оставить за бортом или за бортом 50 килограммов и сделал это. Ангелин, я знаю, что ты сейчас находишься, ну скажем так, на пути к идеальному весу и прошла через очень серьезную операцию хирургическую. Она, по-моему, называется, ну если правильно, резекция желудка. Расскажи, пожалуйста, почему на такой шаг решилась? Какой был вес изначально? Почему вообще было принято решение, ну вот так вот хирургическим путем избавляться от части желудка? Эта история началась, когда я весила где-то 137 килограмм. Я решила, что пришло время мне снизить вес. Начала испытаться, и в итоге я поправилась на 10 килограмм. И вот эта цифра 147 килограмм стала для меня такой точкой невозврата, в которой я поняла, что с усилиями я уже не справляюсь, и мне нужна помощь со стороны. Я знала и давно изучала вот эту вот историю с операцией. И я в какой-то момент поняла, что все, вот этот вес для меня уже критичен, и я больше не готова откладывать свою жизнь, вообще комфортное существование в этом мире, потому что, будем честны, этот мир не предназначен для людей с таким большим весом. То есть это даже чисто физически неудобно. Ты не можешь покататься на лошади, ты не можешь сходить на аттракционы, ты не помещаешься в кресло вовсе, в ресторане, где-то на стадионе или еще где-то. То есть это чисто физически неудобно жить в этом весе. Я приняла вот для себя такое решение, что все, я готова. Я выбрала одного из лучших хирургов Москвы. Вот, мы с ним договорились, мне назначили дату операции, и я вот сделала ее. А все-таки вес какой сейчас? Сколько времени после операции прошло? Прошел год. Я похудела в данный момент на 40 килограмм. Планирую еще 10-15 сбросить, вот, еще в течение ближайшего года. Вот, я думаю, что все получится. Наверное, многие девушки сейчас посмотрят на тебя и подумают, как это здорово, можно же просто пойти к хирургу. Что-то там резануть, и все, качество жизни у поклонников станет больше. Твой совет таким девчонкам, которые вот сейчас нас смотрят, с лишним якобы весом. Надо понимать, что бариатрия – это хороший путь, и я рекомендую девочкам, у которых вес там больше 110 килограмм, даже больше 100 килограмм, пойти на это. Если они действительно не случайно набрали, понимаете, бывает там стресс, беременность. Не стоит терапиться, стоит дать себе время. Но если ты понимаешь, что ты уже много лет в этом цикле диета-средиета, и в таком случае подходит этот радикальный способ, я бы сейчас, вот отмотав время назад, я бы сделала эту операцию раньше. Но надо понимать, что это один из инструментов, и дается всего лишь полгода-год тебе для того, чтобы как бы искусственно тебя ограничить в еде. И потом, по сути, особенно вот в моем случае, резекция желудка, ты со временем все равно начинаешь есть больше, начинаешь возвращаться к своим пищевым привычкам. И очень велик риск вернуться к весу, или частично вернуться к весу, с которого ты скидывала. Ангелина, вам после операции назначили витамин В12? Я пью комплекс витаминов, которые, я думаю, точно входят в этот витамин. Думаю или знаю. Вы все-таки позвоните к хирургу, уточните, назначил ли он. Потому что это наиважнейший витамин, который теряется после операции. И еще один вопрос. А у вас вообще прибавка веса когда началась? Имеете в виду в целом? Ну в целом, вообще в жизни, да. Ну, начнем с того, что я родилась в два раза крупнее своего родного брата. То есть я, мне кажется, генетически у меня есть предрасположенность. Но именно такой вес начал набираться, наверное, в классе пятом, в раннем подростковом возрасте. А не было какой-то психологической травмы в этот момент, когда вдруг бац и вес начал расти? Кто-то развелся, женился, крестился, умер? Ну, это в любом случае, да, связано со стрессом, там, то, что были плохие отношения с родноклассниками, там тоже развод родителей сыграл свою роль. В любом случае, да, были такие внешние факторы. Понятно. Благодарю, Ангелита. Спасибо еще раз огромное. Будем следить за твоей жизнью. Обязательно свяжемся, когда ты придешь уже к идеальной форме в твоем понимании. Но все же, можете прокомментировать? Могу прокомментировать. У ребенка в пятом классе было несколько психологических травм, которые спустя 20 лет она решила ликвидировать, вырезать в себе часть органа. Это адекват? Этот вопрос лучше задать психологу. Меня также вообще раздирало, я хотела задать ей вопрос. У меня вообще, а что, когда начался набор веса? То есть, ну, я только со своей уже колокольни задавала вопросы. И что произошло? И работала она с психологом до. То есть, она сказала, у меня были диеты, например, у меня была, я занималась физической культурой, там чем-то она... А она работала с психологом или нет? Вот это первый вопрос. Вы знаете, я уверена, что работала, потому что вы же мне рассказывали, что когда производится операция, любая, все равно работает эндокринолог и психолог связка. Смотрите, там психолог есть в клиниках таких, как правило, но я не буду утверждать, она же могла отказаться от этой работы. Она сказала, что она делала операцию у одного из самых известных хирургов в Москве. То есть, мы предполагаем, что у нее будет? Это все-таки блогер с большим числом подписчиков. Я не думаю, что она пошла бы в кустарную клинику какую-то, которая не вызывает доверия. Да, к ней вопросов мало. Много вопросов к специалистам, которые ее делили. Если бы там был психолог, если бы там был эндокринолог, который грамотно бы всю ситуацию раскрутил, развертел, возможно, кстати, лучший хирург это тот, кто справился с задачей без операции. Если бы хирургическая клиника спасла бы человека от вырезания части органа, применив эндокринологические знания, знания психотерапии, здорово, вы также могли заработать те же самые деньги. И, кстати, Ангелина постоянно несколько раз сказала, я похудела, я похудела, похудела. Что-то молчишь. Слово похудела. Какой куриш, корень какой. Худа, ехуда. Она об этом заявляет и транслирует нам все. Илья, означает ли, что если человек принимает решение сделать резекцию желудка, то он себя обрекает на какую-то пожизненную диету? Обязательно. Ограничение. Желудок, как нам сказала наша Ангелина, понятие растяжимое. И у тебя всего лишь полгода для того, чтобы ты взяла себя в руки, сходила к психотерапевту, сходила к эндокринологу. Так, может, и без операции это нужно сделать? Да, это будет немножко дольше. Три года, пять лет. Но это будет. А у меня есть клиенты, которые после операции уже приходят, потому что это тоже важный реабилитационный период. И они задаются вопросом, а что мне теперь делать? То есть полгода, они начинают страдать от того, что они… Ну, напёрстками же они пьют. Да, они там 100 грамм или 150, я сейчас не очень здесь экспертна. Но, то есть это маленькие порции еды. Они не наедаются, они не понимают, а что. Они сталкиваются с тем, что они, например, удовольствие получали только из еды. Вдруг они это в себе обнаруживают. У меня вопрос к Анастасии, как девушка, которая вообще называет себя плюс-сайз. Ну, опять же, я спорю с ней, собственно, всю программу. Но, Настя, вот скажи по-честному, вот есть, например, представим гипотетически, ты поправилась ещё там на 40 килограммов. Для тебя бы вот такая операция стала бы спасением? Как ты вообще относишься вот к такой теме? 110 килограммов, я была в шоке. Я просто не знала, что… Ну, у нас 130 сидела героиня, ну, прекрасная, ну, какая резекция желудка, о чём речь? А здесь, в принципе, 110 человек пошёл на это. Вопросы хотелось задать. Ну, правда, ты бы решилась, Настя? Я давно поняла истину, что лучше для организма – это дефицит калорий и спорт. Поэтому то, что я стараюсь делать, когда я понимаю, что я где-то планк свою переела за счёт заедания стресса, были такие моменты. Вот, поэтому, наверное, нет, я попыталась бы до последнего бороться насчёт дефицита калорий, питания, сдавать анализы. Ну, операция – это была вот последней крайней мерой, потому что это огромный риск, точнее, нервный стресс для организма. А ну, тоже такой вопрос, Илья Юрьевич, я знаю, клиника-то у вас хорошая, дорогая, наверное. Ну, не каждый может себе позволить прийти к вам в гости. Абсолютно средняя цена, даже не по московским меркам, по меркам Краснодара. Ну, это же целый комплекс процедур, это же ещё и дорого. Давайте говорить о том, что диета – это как бы не про… Да, это как бы не дёшево, быть худым как бы не дёшево. Здесь, ну, мало, допустим, людям, которые реально избавляются от лишнего веса, ограничить себя в еде, сесть на гречку и заниматься три раза в день – это же комплекс мероприятий. Надо почечники проверить, психолога посетить, возможно, гастроэнтеролога. Целый комплекс врачей, да, необходимый? Да, в принципе. Так, сколько отдала за прическу? Бесплатная, на работе. Ну, вот, поэтому, что всё бесплатное у нас, да, такое. Ну, намёк ясен, да, что когда мы идём к своему визажисту или вот к парикмахеру-стилисту, там мы с лёгкостью, маникюрчик каждую неделю, это мы с лёгкостью. Но, когда речь идёт о нашем здоровье, почему-то вдруг кто-то должен вам, государство или кто-то муж, может быть, ну, там должны все оплатить ваше здоровье. А надо уж мы сейчас тут сидим. Да, у нас в России бесплатная приоритеты. Пожалуйста, ходи с мочеточником искусственным, пускай у себя выделяется всё. Ходи, воняй, хватей. Да, так сойдёт. Спасибо большое. На самом деле, мы очень много про операции поговорили, но ушли от темы межличностных отношений. Не будем забывать тему программы. К вам вопрос. Илья, всё-таки для отношений на какую девушку посмотрите? Или посмотрели? Я знаю, у вас супруга уже очень долго, вы вместе пусть с ней прошли. Вот если бы она поправилась, остались бы с ней вместе в Ираке? По причине чего она поправилась? Такая съеда доширак при мне молотит вместе с конфетами. Но это просто уже с психологической точки зрения для неё нелогично для нахождения рядом со мной. Хочу, в принципе, суммировать всё, что мы здесь сегодня сказали. И, как мне кажется, человеческие отношения в целом не могут измеряться какими-то цифрами на весах. И если ты не научился строить отношения в весе 120 килограммов, мне кажется, ты не научишься строить их и в 60, да, если ты вот в весе 60, 50, неважно. И ещё мне кажется, что очень важно человеку осознавать собственную ценность и не поддаваться на провокации, всё-таки жить своим имом, своим сердцем. И если тебе хорошо, ты в гармонии находишься с этим миром, с собой, то и личная жизнь у тебя обязательно наладится. Абонент временно недоступен.